Алим, ты у меня всегда на ярмарке. В нужный момент ловлю. Да, здесь стоит наш уникальный актер, знаменитый, уважаемый, которого с удовольствием смотрят все. Ты лучше у него возьми интервью, он более мудрый и более интересный. Ну, представь, как его имя, фамилия. Алим Кунижев. Алим, вот мы сейчас за Уром прогуливаемся здесь и вы видели мясо яка продают. Раньше мы не замечали здесь на ярмарке. Ты берешь мясо яка? Как ты покупаешь? Я беру и с большим удовольствием употребляю. Во-первых, это мясо, эти животные не напичканы всякой гадостью, как сейчас для роста, для набора веса. Это дикое животное. Поэтому на природе прямо подножный корм, так они и питаются. То есть экологически чистое, да? Абсолютно чистое мясо. Поэтому я советую брать это мясо. Очень вкусное. Один такой вопрос провокационный. Як как будет на кабардинском языке? Я не знаю. Ну, придумай название. Как я придумаю? Ну, как бы ты назвал? Они у нас не водились. Привезли их сюда. Мал и мал. Мы не можем где-то определить его новое название по кабардинскому. Я понимаю. Ну вот давай, ты будешь первым, который придумает название. Нет. Вот с кем схож як? Вот зову, как на Балкарском тоже не знаешь. Давай я с Салимом рядом. Давай, давай, вот так вот. Як это крупно рогатый скот. Просто он не одомашненный, а дикий. Но люди научились его немножко как бы, ну вот, держать так в определенном ареале. Ну и когда он набирает вес, особенно осенью уже, да, вот когда уже поели травку зеленую, все-все, его уже, в общем, ну, его в основном стреляют потом, вот как бы, да. Так его как называть, да? Ни у балкарцев, ни у кабардинцев он не был в традиции. Я знаю, но вот если придумать, вы можете быть первыми, кто дал название. Ну и по-балкарски, по-кабардински крупно рогатый скот, это мал. Вот, вот малый есть малый, да. Бедлим? Бедлим, ну а вот, как сказать, если он на природе, там такой, в горах, пасется. Ну, я даже не знаю, как это придумать. Короче, родственник Бедлиму, да, вот так. Бедлим, это все вот животные, крупно рогатый скот и мелкий рогатый скот, это все Бедлим. Понял. То есть домашний скот? Это домашний скот, да. А это дикий скот. Вот дикий, как будет? Дикий, на Кабардинском? Неопределенно. На Балкарском, как будет? Ладно, все, отстаю от вас. Мы же не работаем в институте у нас, этнографическом. Я понял. В общем, вы советуете, да, брать мясо? Советую. Берите, не пожалеете. Не пожалеете. Вот буквально на днях я ел, очень вкусная мясо. В любом виде, варить, запекать, жарить, все. Конечно, чуть жестче, но зато вкуснее. Ну, опять-таки, наверное, как приготовить, да, его? Это еще приготовить надо уметь. Алим, сам готовишь или как? Я и сам готовлю. Спокойно. И готово, и кушаю. И готово. Если потомить в духовке, ну, часа три-четыре, он будет... Станет мягче, да? Да, может и пять, надо просто проверять непосредственно. А, еще что-то ты хочешь добавить, да, Павел? Нет, ничего не хочу добавить. Приятного аппетита. И вам также. Приятного аппетита. Нет, мы сейчас продолжим. Так, Заур уже купил... Что ты взял сейчас, Заур? Я купил пару килограмм мяса яка. Успел уже, пока мы тут беседовали. Да, вот вишка, он очень крупный, видишь, какие мощные кости. Кости очень мощные, да. И мясо более красное. Более красное. Более красное. По цвету отличается. Он же пасется непосредственно в горах. Да. Где-то в заповедниках он есть. То есть его никто специально не кормит. Ну, единственное, наверное, соль кладут, чтобы он мог микроэлементы получать из соли. А так, я считаю, что вот такое дикое мясо. Ты раньше видел здесь? Я вот впервые вижу мясо яка. По-моему... Я в прошлом году или позапрошлом у них брал. Ну, это кто-то вот привозит там. Ну, да, да, да. Там, по-моему, сейчас, ну, кто фермер держит этих яков, там, с ним договариваешься, какую-то сумму платишь и, пожалуйста, ты можешь его или так поймать, или поохотиться на него. Ну, конечно, кто там съест там полтонны мяса, там, да, яка, там, то, может, он еще и 700-800 килограмм. Ну, да, да. Конечно, человек себе там набрал 10-20 килограмм. Остальное, наверное, привозят на рынок. Вот, смотри, мы здесь видим 1 килограмм 700 рублей. Это мякоть. Это мякоть, да. А вот это сколько стоит высота? 500. Это не мякоть уже, да? Это грудинка. А, грудинка. Это тоже мякоть. То же, вот то, что ты купил, да. Да, то, что яко. Ну, яко так зарезать невозможно. Его, наверное, стреляют. Его стреляют. А как ты его поймаешь? Он забодает, затолчит. Это же очень мощное, сильное животное. Никто не рискнет его. Застрелили и потом уже пошло. Да, стреляют и быстро кровь пускают, пока он живой еще. Заур, давай вот об этом поговорим. Очень впечатляет, внушительный вид. Значит, это у нас голова. Голова коровы, да? Да. Как и что из нее можно... Не, может, это бык. Бык? Давай спросим. А то там в комментариях напишут, пристыдят, скажут, вы корову от быка не можете отличить. Обычно, как бы, все-таки корову в крайнем случае режут. Обычно быка на мясо, а корова, это в крайнем случае, если она заболела там и так далее и так далее. Бугам, да бык. Это коровье голову. Пинек, да? Хорошо. Челюсть раздвигать надо, да? Там или что там? Топором рубить. А вот эти ножки почем? 200 рублей. Штука. Штука 200. Это бычьи ножки. Бычьи. А, ножки бычьи, голова коровью. Так, ты как вообще употребил? Из бычьих ножек хороший получается хаш. Пробовал, ел. Балкарцы всю жизнь варят, едят, делают. И кабардинцы, я уверен, делают. Это просто наши, так скажем. Это наши все. Орляне приватизировали. Ну ладно, что, пусть приватизируют. Ничего страшного, да. Вообще аш это переводится с балкарского еда. Ну еда, да. Поэтому в любом случае это тюркское слово хаш. Хаш, аш, ну корень один, да. А вот как ты вообще взял бы такую головку? Ты знаешь, когда отец жив был, он брал голову. Я подъезжал на базар, загружал. Ну там рубили, правда, на базаре. И он ее солил, как бы, делал соленую голову. Вот. И она лежала в рассоле. Почему? Вот. Ну и когда там гости, что-то, кроме, ну он любил это как закус. Вот, да. Ты знаешь, вот старшее поколение, они употребляли, ели. То есть, не скажу, что часто, но, а вот молодежь даже, наверное, я не знаю. Алим, даже мы мало потребляем. Мы уже практически тоже. А старшие вот потребляли, и ты обрати внимание, мало у кого болели колени, там, изредка суставы. Потому что там же содержится коллаген. Нет, не кальций. Галоген. Калоген. Не галоген, а калоген. Да. Люди его употребляли в натуральном виде. Ну сейчас в виде порошка. Я, например, покупаю банку такую с порошком, с коллагеном и употребляю. Да. А надо естественным путем. Даже китайская медицина, тибетская, она вся на вот естественных таких препаратах. То есть, они едят, употребляют как лекарство именно там. Ну, от живых существ, так скажем. Различные части. Ну, в очередной раз спасибо. Было очень интересно. Ну, не знаю, интересно или нет. Ну, мясо якое. Можно попробовать. Нет, мясо якое. Главное, ну, надо понять, как его делать, чтобы оно не оказалось жестким. Это же дикое животное. Чем больше оно двигается, тем крепче мышцы. Значит, или варить надо дольше или... Томить. Томить. Все.